Друзья, еще раз всем добрый вечер, хочу поздравить всех с праздником, хочу пожелать вам в этом году, чтобы ваши все мечты, все цели сбывались как можно скорее, как можно с меньшим количеством проблем и сопротивлений, хотя с другой стороны это нас всегда закаляет и делает сильнее. Друзья, будем начинать потихоньку наш вебинар. Вначале, как и принято у нас по традиции, я проведу небольшой экскурс в компанию ЛР, проведу небольшую презентацию, затем дам руководство, как же нужно правильно работать с событиями и наш вебинар займет чуть меньше часа. Давайте познакомимся с теми, кто не знает нас. Меня зовут Сергей Мартынец и моя супруга Виктория. Сейчас она сидит в соседней комнате с нашим сыном Тимофеем, которому 9,5 месяцев. Мы живем в Днепропетровске и развиваем бизнес ЛР, имеем уровень младшей лидер группы, имеем команду в нескольких странах и автомобиль от компании. И сегодня моя задача поделиться своим видением, своим опытом и рассказать, что же представляет компания ЛР. Для начала я хочу спросить, для чего нам нужен доход. Какие у вас мечты, какие у вас, может быть, амбиции по жизни, потому что у каждого из нас есть что-то, о чем мы мечтали в детстве. И со временем, к сожалению, со временем эти мечты, они как-то приспосабливаются к нашему карману, они стоят все меньше. И вначале мы мечтаем о хороших автомобилях. Вы можете спросить у любого ребенка, если у вас дети, вы можете спросить, какой автомобиль он хочет. Или вы можете спросить, кем он хочет стать. Дети очень уверенно говорят, что я хочу стать космонавтом, да, или я хочу стать певцом или бизнесменом. Но чем старше человек становится, тем все больше он начинает понимать, что не он решает, не его мечты самое главное в жизни, а главное обстоятельства. И иногда мы слышим такие слова, что давайте будем реалистами, такова жизнь, не в этой стране, у нас такая вот политика и так далее. На самом деле я бы хотел, чтобы вы все вспомнили хотя бы о пяти вещах, о которых вы мечтаете. Может быть, кто-то мечтает о автомобиле, может кто-то о доме, кто-то хочет путешествовать, например. Поставьте, пожалуйста, в чат, может быть, один пункт из этих пяти, что для вас важно в жизни, о чем вы мечтаете, что для вас, ну, скажем так, был бы побуждающим фактором что-то менять в жизни. Вы можете написать, можете, конечно, не писать, я бы хотел самое главное, чтобы вы для себя это сейчас отметили и вспомнили, ради чего вы просыпаетесь по утрам. И это как раз мотивация, она заставляет людей двигаться. Я смотрю, мечтаю дом построить, точнее достроить. Супер, дом, счастье родных, семья, авто, свой дом, реализация своих целей, свое жилье, путешествие. Вы знаете, жилье действительно у нас в Украине, это 99% людей хотят улучшить свое жилищное состояние, так же, как и авто у нас считается это, можно сказать, роскошью. Большинство людей хотят все-таки улучшить своих, купить новее автомобиль или лучше автомобиль. Кто-то хочет путешествовать, кто-то, для кого-то семья самое важное. Это здорово, все мы разные, в этом чате есть люди самого разного возраста, разного образования, и это нормально, что у нас у всех разные цели, разные мечты. Конечно же, для всего этого нам нужны деньги, нам нужны деньги. Каким способом можно создать свой доход? Ну, конечно же, я знаю, что в этом чате большинство людей это все-таки наемные рабочие. Почему я это знаю? Потому что эта статистика, она по всему миру примерно одинаковая, потому что большинство людей все-таки являются наемными рабочими. И это абсолютно нормально, потому что даже если обратить внимание на нашу природу, большинство, все-таки зверей, большинство всего живого, это, я вам скажу так, может быть сложное сравнение, но это не хищник. И нормально, когда мы не хотим брать на себя ответственность, мы не хотим открывать свой бизнес, чаще всего мы ищем отмазки, что это тяжело, что у нас не получится и нужны большие деньги. Хотя зачастую это не всегда так в наше время, но тем не менее большинство людей работает. Что же представляет себя наемная, скажем так, работа? Работа по найму – это абсолютно нормально, большинство людей работают по найму, но есть определенная опасность. Для тех людей, кто выбрал этот путь, работа по найму, у них их жизнь очень предсказуема. Вот здесь вы можете увидеть, видно слайд, поставьте плюс, слайд загрузился. Да, загрузился. Вы можете увидеть примерный график доходов, доходов человека. У нас по одной шкале возраст, по другой доходы. И в среднем человек в 19 лет начинает зарабатывать деньги, заканчивает институт, потом его доход растет потихонечку, и где-то к 35 годам он достигает своего такого пика. Люди после этого уже не повышают свои доходы. Бывает повышают, но уже не так сильно. Часто бывает, что люди после института находят работу, это не работа их мечты, но это просто работа, которая помогает им оплачивать какие-то нужды ежедневные. Потом мы женимся, кто-то выходит замуж, у нас появляются дети, конечно, нам нужно больше денег. Мы находим следующую работу, которая дает нам зарплату на 100 долларов больше. Конечно, это хорошо, мы довольны, но это не работа мечты, это не ту работа, о которой мы думали в детстве. И мы же говорим сами себе, ну, я чуть попозже найду то, что хочу. Пожалуйста, пятерочка, у кого есть такие мысли? У кого есть такие мысли, что мы работаем, но это временно. И пройдет несколько лет, и все будет хорошо. Есть такие мысли, я знаю, что у многих у меня тоже были такие мысли, и мы, конечно же, надеемся на лучшее. Но жизнь такова, что у нас она одна, и жизнь это не черновик. Вы знаете, заново не получится ее прожить. И чем вы старше становитесь, тем быстрее идет время. Буквально недавно у меня появился сын, и сейчас уже ему 9,5 месяца, и я понимаю, что время все быстрее и быстрее начинает бежать. Поэтому времени нет, нужно что-то менять. Поэтому, если вы наемный рабочий, я вам рекомендую не доходить до вот этого. Вы можете увидеть, я здесь 65-67 лет, такое падение. Чтобы этого не было, я вам рекомендую задуматься, да, и может быть сейчас уже создавать источник дохода, а не надеяться на пенсию, мнимую пенсию. Чтобы не было такой картинки, которую мы сейчас видим с людьми, которые в доживающем возрасте, которым уже за 60, в основном это люди, которые не могут себя сами обеспечить. Или же, ну, это просто плачевное состояние финансово. Есть, конечно же, другая сторона, и есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги, да, они открывают свой бизнес. Конечно же, это классный способ. Это очень хороший способ улучшить свой стиль жизни и достичь своих целей и своих мечт. Но если посмотреть на статистику, то из всех людей только 10% это люди, которые работают на себя, то есть предприниматели. Из них только 1% можно действительно назвать бизнесом, потому что это не ремесленники, которые, знаете, я знаю, что в этом чате есть такие предприниматели, я таким также являюсь. То есть, когда мы делаем все сами, когда мы и бухгалтеры, мы и поставщики, мы и исполнители. Если кто-то заболел, то мы можем встать и встать на касту, продавать, ну и так далее. И понятно, что это бизнесом назвать сложно, потому что если мы с него уйдем, то бизнес без нас не будет работать. А бизнес – это 1% людей, это которые создали систему или купили готовую систему, я имею в виду франчайзинг. И система работает на них. Эти люди нанимают опытных управленцев, эти люди покупают систему. Конечно, для этого нужны большие капиталовложения чаще всего. И есть еще один способ, сегодня о нем мы поговорим, как можно создать бизнес. Во-первых, параллельно с основной работой. Мы вам не будем предлагать бросать ту работу, где вы сейчас работаете. Может быть, со своим бизнесом. За 2-5 лет вы сможете выйти на очень хороший финансовый уровень и сможете уже не так активно заниматься этим бизнесом. То есть вы можете со временем прийти к финансовой свободе и таким образом использовать этот бизнес как инструмент. Бизнес ЛР, о котором сейчас у нас пойдет речь. Вы сами можете выбирать, каким образом вам сотрудничать с компанией ЛР. Сейчас я как раз хочу вам показать цифры. Я знаю, что многие люди, так же, как и я, как зато, они с опаской слышат слово сетевой маркетинг. Напишите в чат, пожалуйста, минус тех людей, которые негативно относятся к сетевому маркетингу. Я уверен, есть такие в чате, которые негативно относятся к сетевому маркетингу или у нас с одним партнером. Окей, кто когда-то негативно относился к сетевому маркетингу? Поставьте минус. Я поставлю минус, потому что я когда-то относился негативно, и я думал, что это... Ну, я не видел этого бизнеса вообще. Я видел людей, которые кому-то что-то пытаются продать. Они навязчивы, они, ну, скажем так, всегда первые проявляют инициативу, и они всегда что-то от нас хотят. Да, я вижу, был негатив очень сильный у многих. Есть звук, да? Был негатив очень сильный у многих, и причем очень часто негатив был у тех людей, которые на сегодняшний день успешны в этом бизнесе, которые преуспевают, потому что это, как правило, амбициозные люди. Это нормально абсолютно. Я вам хочу показать цифры, мы уберем все эмоции. И вот цифры, которые вы видите на слайде, это динамика развития индустрии прямых продаж и сетевого маркетинга в том числе. Это количество денег, то есть оборот всех сетевых компаний, легальных компаний, которые входят в Международную Ассоциацию Прямых Продаж. И на сегодняшний день это уже порядка 170 миллиардов долларов, и это огромные деньги. Это говорит о том, что в этой индустрии есть огромные деньги. Вопрос в том, как выбрать нужную компанию, чтобы вы могли заработать эти деньги. И сегодня мы поговорим о возможности, которые есть в Украине. По моему мнению, по мнению моей супруги, это лучшая возможность среди компаний прямых продаж, которые сейчас есть в Украине. Почему, как раз сейчас я вам изглажу. Ну, во-первых, компания LR, это крупнейшая компания, которая работает в Европе уже почти 30 лет. Весной, в мае мы будем праздновать 30-летие компании. То есть это надежная, проверенная компания. А в пяти странах Европы она номер один. И, ну, если это сработало в других странах, если это работало даже в ближайшей стране России, я вам сегодня покажу результаты России, то это однозначно сработает и у нас. Вопрос только в том, кто сделает эту работу. От кого ваши знакомы узнают о этой возможности. И пройдет какое-то время, однозначно компания LR будет занимать лидирующее место и в Украине. И вы получите продукты на этой компании. Может быть, вам подарят эти продукты. Может быть, вы будете видеть своих соседей, которые ездят на автомобилях. Но сегодня мы об этом поговорим, как сделать так, чтобы это был ваш бизнес. Когда мы с супругой выбирали компанию, мы сюда пришли, ну, скажем так, осознанно. Да, мы изучали рынок. У нас был небольшой опыт в этой индустрии с одной крупной американской компанией. И благодаря этому опыту мы смогли разглядеть эту возможность. Потому что на насыщенном рынке, когда компания уже 15-20 лет работает на рынке Украины, понятно, что там тяжело построить огромный бизнес. Вообще там тяжело построить бизнес. Потому что товар этой компании есть в каждом многоэтажном доме. И дистрибьюторы есть у каждого телефона. То есть любой человек может купить продукты без проблем. Только как раз в компании LR у нас есть классная возможность, потому что компания еще пока мало кто знает. Вы сейчас видите стабильность компании, да, это рост оборота. Рост оборота компании LR. Вы можете увидеть, что постоянно оборот растет. Несмотря на кризисы, вы знаете, многие сейчас говорят, в Украине кризис, так можно строить бизнес. Вы знаете, отличная возможность для нас, потому что большинство людей готовы рассматривать какие-то дополнительные для себя возможности. Они не готовы вкладывать большие деньги сейчас в традиционный бизнес, но они с удовольствием хотят зарабатывать дополнительно каких-то 100, 200, может быть, 500 долларов. Почему бы и нет? Стабильность – это очень важно. Но просто мы же не хотели вкладывать время в компанию, которая, может быть, через 5-7 лет ее не будет. Таких компаний очень много на рынке. Чаще всего это не совсем легальные компании. Очень важный момент, который также был для нас решающим, то, что компания в Украине работает чуть больше года, в России она работает больше 3-х лет, и в Казахстане там порядка 2,5. И у нас есть отличная возможность быть, ну, скажем так, у основания финансовых потоков здесь, в нашей стране. И это был очень важный фактор, почему мы включились в эту компанию. Это легко проверить. Вы можете выйти на улицу и спросить, или можете у своих знакомых спросить, вы знаете такие компании, как MVA, Ariflame, Maricay. И мы с уважением относимся к этим компаниям, потому что это компании, которые делают большие обороты у нас в Украине, и не только в Украине. Большинство людей скажут, конечно, мы знаем. Но если вы спросите про LR, то, наверное, может быть, 1% из ставов скажут, что что-то они слышали. Поэтому у нас есть уникальная возможность. Итак, я хочу поговорить о пяти факторах, почему LR. Потому что многие могут сказать, ну, таких компаний много. Чем вы отличаетесь? И вот я сейчас отвечу, чем компания LR отличается от других компаний, которые присутствуют на рынке наших стран, стран СНГ. Ну, во-первых, первый фактор – это немецкая качественная продукция. Вы знаете, производителю Германии в принципе мало у кого есть претензии по качеству. Я думаю, большинство из вас знает эти бренды, которые сейчас есть на слайде. И большинство все-таки ассоциируют Германию с качеством. И для нас с женой тоже это было важно, потому что мы понимали, что продукт качественный, значит, бизнес можно построить долгосрочный. И таким образом можно, скажем так, передать его по наследству. Для нас это тоже очень важно. Вы на определенном этапе можете передать бизнес по наследству. Огромный ассортимент продукции, более 700 наименований продукции, продукции разных направлений. Да, у нас есть красота, у нас есть здоровье, это тренды, и у нас будут новинки, которые в мае как раз нам презентуют в Германии. Это будут новые направления, это будет очистка воздуха, очистка воды, это будет аппаратная косметология. И на этих продуктах можно построить огромный бизнес. Самое главное, что эти продукты, они простые и они расходуемые. То есть, если у вас человек будет покупать данную пасту, то через несколько месяцев он опять ее будет покупать. И наша задача, конечно же, просто донести эту информацию. У нас есть классные инструменты для этого, у нас есть тест-пак, который мы можем дать своим знакомым, своим друзьям, родственникам, чтобы они оценили качество этой продукции. И большинство людей, они хотят ее покупать. Конечно же, мы можем предложить регистрацию и скидку. Мне очень нравится, что продукты наши очень легко демонстрировать. Тот же парфюм, ту же личную гигиену или косметику. Моя супруга, ей нравится работать с косметикой. И это здорово, потому что товары очень качественные. Есть очень много товаров, которые еще не зашли к нам в Украину. Есть товары, вы можете зайти на сайт ЛР, и перейти в другую страну и посмотреть, допустим, в Германии, три каталога. Отдельный каталог по бижутерии, отдельный каталог по здоровью, отдельный по красоте. Но в Украине уже очень такой приличный каталог, и мы буквально со следующего месяца ожидаем новые товары. Товары для животных, для деток. Пока у нас еще не зашли эти товары. Но это все проходит в сертификацию. Все сертификаты вы можете посмотреть на сайте компании. Конечно же, это требует какого-то времени. Новые продукты, на слайде о которых я говорил, мы на этом не будем останавливаться надолго. Конечно, сертификаты. Сертификаты европейские, которые подтверждают качество этой продукции. Вы можете посмотреть в интернете, что себе представляет сертификат Института Фридениуса, например. Это очень серьезная инстанция, которая уже больше, чем 100 лет. И от производства, то есть от сырья и до упаковки. То есть они отслеживают качество. Компания LR каждый год подтверждает качество. То есть она заново получает этот сертификат. Вы можете посмотреть более подробно в интернете, что означают эти сертификаты. Очень приятно, что наша косметика единственная из компаний прямых продаж входит в ассоциацию. Я не буду читать, потому что не очень могу это сделать. Но это международный союз косметических средств. Наряду с такими марками, как MAC, как Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Estee Lauder. Я думаю, девчонки, вы знаете, сколько стоят эти марки. То я могу вас обрадовать, кто еще не пробовал нашу косметику. Вы сможете покупать косметику такого же класса, но буквально в три раза дешевле. И это здорово, потому что мы можем предложить рынку такое выгодное предложение. Еще что важно, хотелось бы сказать, что компания LR инвестирует в Украину, потому что компания LR до сих пор ни разу не подняла цены. Если сравнивать с другими компаниями, я уже не говорю с розницей, то большинство компаний уже три, а то и четыре раза поднимали цену, и у нас до сих пор доллар по восемь. Я знаю компанию, у которых доллар по шестнадцать с половиной. MAC уже не пользуется... Да, да. Может быть, какие-то вещи я еще не в курсе, MAC уже там нет, да? Окей, даже под девятнадцать есть. Супер. У нас отличное предложение. Второй фактор – это звездная концепция. Знаете, я этот фактор сначала не особо оценил, но потом со временем, когда мы начали работать, мы поняли, что это очень классный инструмент, потому что нам не нужно продавать, из-за нас продают звезды. И люди с удовольствием покупают товары, которые, допустим, разработаны совместно с Брюсом Иллисом. Вот этот значок красный, да, в старт, это как раз награды, награды нашей парфюмерии. Вы можете зайти на этот сайт, кому интересно, и там, я, допустим, там не нашел ни одного парфюма, который продавался бы в прямых продажах. Там не будет парфюмов из известных сетевых компаний. Там есть только парфюмы от ЛР. Три парфюмы от ЛР достойны этих наград. Есть ряд звезд, под которых компания ЛР разрабатывает линейки парфюмированной продукции. И это такие звезды, как Брюс Иллис, такие звезды, как Карелина Куркова, такие звезды, как Маркус Шенкенберг. И это здорово, потому что люди им доверяют, люди запоминают эти марки. И по статистике просто лучше продаются товары брендированные. Вот и все. И как раз эти звезды, они участвуют в распределении прибыли, они присутствуют на крупных событиях компании, они присутствуют на наших каталогах. И как раз кто попадет в Германию, вы сможете лично познакомиться с людьми, которые являются нашими звездами. И вы знаете, просто, если вы говорите кому-то, то, что мы партнируем. Как минимум, повод для разговора. А вы это можете проверить. В прессе есть полно. И уже в русскоязычной прессе есть еще много информации о наших звездах. Есть много роликов в Ютьюбе. Вы можете это все проверить, посмотреть. Вообще, я вам рекомендую после этой презентации, если у вас еще нет ручки и листика, вы можете записывать вещи, которые вы будете проверять. Все подвергайте сомнению и задавайте вопросы тому человеку, который вам дал эту ссылку, если вы первый раз на этом вебинаре. Это абсолютно нормально, потому что мы полностью... Я не могу отдать просто всю информацию. Поэтому я говорю лишь основные моменты. Третий фактор – это справедливый, надежный маркетинг-план. Вы знаете, этот фактор, его могут оценить только те люди, которые имеют опыт в его маркетинге. Поэтому я очень коротко на нем остановлюсь. Ну, я скажу так, маркетинг-план компании очень щедрый. И если сравнивать, допустим, с компаниями, которые давно на рынке, которые крупные у нас, то мы в сеть компании LR выплачиваем 43,7%. Это очень хорошая цифра. Так говорит о том, что у нас при том же обороте будет, допустим, чек больше, чем у лидеров, допустим, Самвей, полтора раза. И наценка 40% дает возможность зарабатывать сразу же, особенно тем людям, которые любят это делать, которые умеют это делать. Поэтому если вы, ваша задача – небольшие доходы, если вы хотите зарабатывать с розницы, компания LR – это классный инструмент. Я хочу как раз показать на следующих слайдах возможность этого маркетинг-плана. Я хочу показать примеры людей, которые благодаря этому маркетинг-плану не просто начали зарабатывать какие-то деньги, а это люди, которые профессионально строили бизнес LR и, скажем так, в корне поменяли свою жизнь и сделали это своей профессией. Есть очень много примеров людей с разных рынков. Я не буду на всех останавливаться. Я хочу сказать, что есть разные люди. Допустим, Ольга Соликаева – это предприниматель из ЗУФы. Допустим, Лариса Курилец – это женщина, которая вообще живет в очень небольшом городке с населением буквально… …в месяц за три года. Обратите внимание, в основном у всех людей вначале были маленькие деньги. Только со временем, когда ваша команда растет, товарооборот увеличивается и, соответственно, ваши доходы увеличиваются. Отдельный пример – это Михаил и Оксана Маланичева. Это люди из большого бизнеса. Я знаю, что у Михаила было более 40 розничных магазинов, мобильной связи. И человек пришел в сетевой маркетинг, потому что увидел здесь стабильно растущий доход. На сегодняшний день я знаю, что у Михаила доходы уже давно перевалили за 10 тысяч долларов. И, насколько я знаю, он наставил свой традиционный бизнес. Очень много примеров. Разные люди. Вы сможете узнать эти истории на мероприятиях нашей компании. Вы сможете познакомиться с ними лично, если будете посещать крупные мероприятия. Со временем вы будете знать этих людей. Андрей Веденьев – это человек с опытом сетевым. Это человек, который является моим спонсором. Мне очень приятно, что я в его спонсорской линии. И, скажем так, доходы и стиль жизни, которые сейчас имеет Андрей – это то, в чем, потому что Андрей, допустим, может путешествовать 4-5 месяцев в году, не жить у себя в Москве, а жить где-то в теплых странах, потому что его бизнес работает в принципе и без его участия. Конечно, он строит бизнес активно, он это делает через интернет, он создал инструменты, которые работают на него. И мы можем пользоваться этими инструментами. Вот в чем, что для меня также было важно, что здесь, в нашем бизнесе, мы добьемся успеха лишь туда, когда поможем своим людям добиться успеха. Как раз мы обучаемся у таких людей. Мне очень приятно показать слайд наших спонсоров непосредственных. Это Харольский Андрей и Евгения. Это их доходы. Это люди, которые здесь, в нашей стране, в Украине, несмотря на кризис, несмотря на такую ситуацию, которую вы все знаете, они показывают просто ошеломляющие результаты. Я знаю, что в прошлом месяце у Андрея и Жени был чек больше 80 тысяч гривен. Они открыли новую квалификацию. И это говорит нам о том, что, в принципе, мы в нужном... Да, да, видели видео уже многие. Мы в нужном месте. Потому что у нас есть такие люди, за которыми мы можем идти. Они уже протоптали эту дорожку. И понятно, что в этом бизнесе это не предел. Я вам хочу показать слайд. Это Хольвер Кунат. Вы знаете, вообще мы находимся в самой сильной команде. Потому что это чек номер один в ЛР. И он является спонсором нам всем. И Хольвер Кунат в этом бизнесе уже больше, чем 24 года. Да, ну, допустим, на 22-й год его доход был... Ну, допустим, если перевести в евро, буквально недавно он делился своим... Он показывал свой чек. Это было 285 тысяч евро в месяц. Я не знаю, какие цифры вас мотивируют. Может быть, как говорится, не пролазит эта цифра. Но это говорит о том, что... Ну, просто человек поменял в жизни не только свою, а, наверное, и своих детей, и своих внуков, скорее всего. Посмотрите на стиль жизни этих людей. Посмотрите на автомобили, которые есть, на дом. Хотя это обычная семья, у них дети. И он просто... Этот человек просто строил бизнес ЛР и сделал его своим, скажем так, делом жизни. У него не было никаких секретов. Он делился с нами этими секретами. Он каждый месяц подключал в этот бизнес от 3 до 5 человек. Вот и все. Ничего военного. Просто от 3 до 5 человек. Просто он не остановился. И кто придет в этот бизнес, кто будет активно его развивать, вы поймете со временем, что в этом бизнесе главное постоянство. Не нужно здесь рвать живот, как кто-то говорит, да. Нужно здесь постоянно делать одни и те же действия. И у вас будет успех. Как у Хольгера Куната. Может быть, вы станете вторым Хольгером Кунатом, потому что компания ЛР будет открывать и другие страны. И это классная возможность для нас. Четвертый фактор – это уникальная автоконцепция. Знаете, мы с женой уже проверили этот фактор. Мы на пятый месяц получили новый дипольсвайн-пол от компании. И автопрограмм, конечно, много, в разных компаниях они есть. Но такой доступный, как у ЛР, я лично не встречал. Если вы будете изучать этот момент, я уверен, что вы не найдете лучшей автопрограммы, потому что я уже это все изучил, перерыл весь интернет, и лучшей автопрограммы нет. Потому что цифры говорят сами о себе. Допустим, компания ЛР уже выдала больше, чем 8 тысяч фольганинов пола. Это за 9 работ автопрограммы. 1600 Мерседесов и 60 Порше. Это не маленькие цифры, и это, конечно же, классный инструмент. Я хочу вам показать. Это наши партнеры, которые в Украине уже являются обладателями фольгвагена пола. Это не все партнеры, это только часть из них. Сейчас порядка 20 человек уже ездят за рулем, на автопрограмму сделала, насколько я знаю, уже под 50 человек, наверное. То есть вопрос в оформлении авто. И у нас компания понимает наши кризисные моменты. У нас есть возможность накапливать автобонус в течение года, чтобы потом взять автомобиль. По этому вопросу вы можете обратиться к вашему спонсору или к тому человеку, кто вас пригласил, и задать вопросы по автопрограмме. Хочу прокомментировать этот слайд. Это результаты наших соседей. Это Россия. Вы знаете, компания LR там работает более трех лет. И за это время выдала 120 Мерседесов, 1850 Вольсвагенов. И если обратить внимание на слайд, который вверху, то вы можете увидеть это количество партнеров. 285 тысяч партнеров уже сотрудничает с LR. Это всего лишь за три года лишним. И если вы будете смотреть на... Я сейчас возьму указку, я буду вам показывать. Обратите внимание на вот эти квалификации. Вы видите 3620 младших менеджеров. Это люди, которые уже стали на автопрограмму. Это люди, которые уже зарабатывают какие-то деньги. То есть это дополнительный доход от двух до четырех тысяч гривен. 1800 менеджеров. Это уже больше доход. 768 младших лидеров группы. Это первая заветная мечта, которая у нас была также целью. Младший лидер группы это 21%. Это доход уже порядка тысячи долларов. Полностью оплаченный Volkswagen Polo. И на сегодняшний день, допустим, наш чек был больше 15 тысяч гривен в прошлом месяце. Я думаю, на этом уровне можно, в принципе, жить и бросить работу. И заниматься только бизнесом LR. И вот за три года таких 768 человек. 181 лидер группы. Это уже следующий уровень. 93 лидера организации. Это человек, который уже квалифицировался на Mercedes. Человек, который зарабатывает порядка трех тысяч долларов. И, вы знаете, 93 человека за это время вышли на этот доход. 28 бронзовых лидеров организации. Это те люди, которые помогли... То есть, они нашли двоих таких, как мы с женой. И доходы на этом уровне уже приличные. И Mercedes вы можете взять уже другого класса, E-класса. 19 серебряных лидеров организации. Это такой заветный уровень, которому все идут. У нас в Украине пока только одна такая квалификация. Это Андрей и Женя Харольский, которые открыли эту квалификацию в прошлом месяце. И, вы знаете, это очень хорошие доходы. Да, это 4 золотых лидера организации. Это Mercedes S-класса. Это доходы уже больше 20 тысяч долларов. И, ну, это стиль жизни, который можно только мечтать. Один платиновый, это уже Porsche. И один президент, это также Porsche. И доходы порядка 100 тысяч долларов. И мне очень нравится, что мы находимся как раз в группе Генриха Эрдмана. И это как раз является человек номер один в России. Поэтому, друзья, мы в нужной команде. Мы в нужном месте. Все теперь будет зависеть только от нас. Поэтому, вот, вы знаете, я сам рассказываю, сам вдохновился настолько, что уже готов идти спонсировать. Спонсировать людей. Подключать новых людей. Компания ЛР принадлежит рекорд, мировой рекорд в них Гиннеса. В Гиннеса он отмечен. Это самый большой логотип автомобилей брендированных. Ни одна компания этого не сделала. Гипятый фактор – это топ обучения и высший сервис. Знаете, в принципе, в компании ЛР, так же, как и в других компаниях, есть обучение. Но то, которое есть у ЛР, я, честно говоря, не встречал. Потому что у нас есть обучение и от компании, и от лидеров. Ну, как вы уже поняли, что лидеры у нас самые крутые. Извините за такое выражение, от пленг, но так оно и есть. На этом слайде вы видите события. События, которые организовывает компания. Это кроме обучения, конечно, это и признание, это и какой-то праздник, я бы сказал. Здесь, на этих событиях, влачается команда. И сегодня мы во второй части поговорим о важности таких событий. Здесь в левом слайде, в левом углу, да, вы можете увидеть, это один из директоров, это Тома Кьерсон. И мы можем, сделав совсем небольшой уровень младшего менеджера, попасть на такое обучение буквально 24 января. Нам с супругой посчастливилось побывать на этих академиях. Вы знаете, ту информацию, которую там дают, ну, это дорогого стоит. Мне кажется, нужно как можно скорее квалифицироваться и попасть на эти академии. Потому что только на таких событиях вы понимаете, какая классная у нас компания, какое сильное у нас предложение. Поэтому, если вы квалифицировались, если вы младший менеджер, 25-го, вернее, числа, после бизнес-дня, у вас будет возможность обучаться у Тома Кьерса. Хочу подробнее остановиться на событии, которые у нас будут 24 января, то есть буквально меньше недели у нас осталось. На это событие приглашены несколько очень крупных уровней в бизнесе ЛР. Да, это Лизан Фасахова, это серебряный лидер организации из России. Это Андрей Евгений Охарольский, о которых я вам говорил. Это люди, которые в Украине, несмотря на эту ситуацию, они показывают такой уровень. Они открыли серебряный, также уровень серебряная лидера организации. Это Андрей Овчаренко, который, несмотря на свой традиционный бизнес, который довольно успешен, он также строит бизнес ЛР. И это также будут еще одни лидеры, которые поделятся своим опытом и секретом быстрого роста. Это Возинские, и, насколько я знаю, у них очень быстрый рост и очень бурный, бурно развивается бизнес. И я думаю, что мы многих из их команды увидим на сцене. Ну и, конечно же, Томас Херсон. Томас Херсон специально прилетит в Германии, чтобы поделиться видением, видением на будущее, поделиться планами, поделиться новинками. И, вы знаете, выступление Томаса Херсона всегда настолько вызаряжает. И, да, Наталья, спасибо, вы сказали, да, Наталья, что бронзового лидера открыл Андрей Овчаренко. У нас, вы знаете, в этом чате есть, ну, просто звезды. Это люди, которые, ну, которые показали огромные результаты за прошлые месяцы. Люди, которые вышли на новые уровни. У нас в Украине также есть и лидеры организации, да, и бронзовый лидер организации. Да, Наталья Николаева открыла лидера организации. Вадим Сокровищук открыл лидера организации. Это люди, которые квалифицировались на Мерседес, которые повысили свои доходы. И, вы знаете, за следующий 2000, вернее, это 2015 год, у нас появятся десятки лидеров организации. И я знаю, что многие поедут в путешествие от компаний. По крайней мере, это наша цель. И, вы знаете, как раз на этом событии, 24 числа, вы сможете увидеть их на сцене. Они смогут поделиться своими навыками. Они смогут передать свой опыт. Самое главное, что вы можете в неформальной обстановке с ними пообщаться. И это очень важно, потому что, если вы не будете попадать на такие события, вы не сможете построить большой бизнес. Во второй части я расскажу, почему важно попадать на такие события. Наша система, система 21, это как раз, ну, это система, которая в СНГ является номер один. Самые большие обороты как раз в нашей системе. И вы уже слышали про Генрика Эрмана, да, это наш спонсор, он как раз и является основателем этой системы. У нас есть школы, у нас есть бизнес-дни. Школы это в каждом крупном городе. В Украине не во многих городах еще поставлены эти школы. Это стартовые семинары сейчас они называются. Где вы каждую неделю можете прийти и в течение полтора-два часа обучиться элементарным навыкам. И сможете привести туда своих кандидатов. Где человек уже с уровнем, с опытом поделится, ну, расскажет, что нужно делать. Первые шаги, и вы сможете эти инструменты использовать для роста вашего бизнеса. Бизнес-дни каждый месяц проводятся также в крупных городах. Это уже более-менее. В бизнес-днях вы сможете узнать, как вам стать младшим менеджером и попасть на академию. Академии проводятся несколько раз в год. И это академии для менеджеров. И как раз на этих академиях вы сможете узнать, как стать лидером организации. Как квалифицироваться на поездку, как квалифицироваться на Мерседес. И у нас есть в системе вот такие вот вебинары, которые сейчас, на котором вы присутствуете, вы можете их посещать, в принципе, сидя дома, попивая чашку чая или кофе в уютной... Это нам здорово помогает строить бизнес. Ну и главная выгода – это очень доступный и простой способ стартовать в этом бизнесе. Потому что, чтобы начать бизнес с ЛР, вам не нужны большие капиталовложения. Достаточно 459 гривен на сегодняшний день, чтобы зарегистрироваться в компанию. И получить в Starbucks этот такой мини-парфюмерный магазин у вас дома. И у вас будет скидка на всю продукцию. У вас будет скидка 28%. Конечно, кто-то захочет заработать и сможет использовать это для своего заработка. Конечно, если вы хотите строить бизнес, я вам рекомендую стартовать с продукцией, с инструментами. У нас есть спецпак, который включает 7 продуктов, и я о нем уже говорил. У нас есть товары, которые мы рекомендуем взять для домашнего использования. Понятно, чтобы нормально стартануть, нужно хотя бы 2-3 тысячи гривен потратить на продукцию. Это моя вам рекомендация, и не только моя, а рекомендация нашей обучающей системы. Поэтому вы эти вопросы можете задать человеку, который вас пригласил. И я хочу напоследок показать вам, как бизнес ваш может развиваться. Потому что я хочу показать наш пример с друг с другом. Когда мы стартанули в этот бизнес, в первый месяц мы подключили всего лишь 2 человека. Ну и, конечно, понятно, что не было там доходов каких-то. Тем не менее, в следующем месяце у нас уже было 6 человек, лично подключенных. И эти 6 человек дали нам команду в 19 человек. И мы уже как-то какие-то денежки начали зарабатывать, и уже как-то почувствовали какую-то уверенность. Но мы не остановились, и буквально через полгода, на пятый месяц, мы в первой линии, у нас было 18 человек. И эти 18 человек дали нам команду 87 человек. И, ну почему? Потому что они также делились информацией. Понятно, что не всем. Были люди, которые просто покупали для себя товары. Были люди, которые зарегистрировались, и на следующий день они не поняли, зачем зарегистрировались, и так ничего и не сделали. И есть у меня в группе люди, которые не провели ни одного, ни одной встречи. И это нормально. Абсолютно везде так. И вы знаете, это нам дало бонус, это дало оборот порядка 100 тысяч гривен, и бонус в 11 тысяч гривен. 18 человек в первой линии. И если вы хотите вырасти до такого уровня, вам просто нужно подписать 18 человек. Вот я вам показываю на слайде акт, который был нам зачислен. Мы платим налоги, мы открываем ЧП, то есть у нас полностью все прозрачно и легально. И голова не болит за свой бизнес. Какие выгоды? Ну, выгоды очевидны. Да, это качественные немецкие продукты. Это экономия 40%, то есть вы не платите на ценку, у вас будет скидка. Это неограниченный доход, и вы видели на примере Хольгера Куната, действительно, какие могут быть доходы. Это, конечно же, автопрограмма. Это классный инструмент, и вы знаете, это работает буквально... Буквально позавчера я проводил две встречи людям, которые, ну, просто позвонили, потому что они заинтересовались автомобилем. Поэтому автомобиль – это классный инструмент. Обучение бизнесу. Как вы уже поняли, да, у нас есть система, вам не нужно ничего придумывать. Есть четко проработанная система, которая обкатана во многих странах, и которая работает. Я хотел сказать о том, что есть люди, которые пытаются придумать свой велосипед, наступить на свои грабли, они здесь везде. Я вам рекомендую, как можно чаще задавайте вопросы своему спонсору, и не пытайтесь придумывать велосипед. Поверьте, все лидеры, все люди в этом чате в том числе, которые зарабатывают более тысячи долларов, это все люди, которые работают по системе. Если вы будете посещать события, вы как раз сможете узнать, как работает система. И вы сможете избежать этих граблей. Поверьте, ни один лидер не построил свой бизнес. Продолжаем. Ни один лидер не построил этот бизнес без событий. Поэтому не придумывайте велосипеды, просто работайте по системе. Конечно же, у большинства из вас могут возникнуть, ну, какие-то, какой-то дисбаланс, я бы сказал, да, и многие могут вам сказать, что у меня нет времени, у меня нет денег, я не умею, у меня не получится, да, или что обо мне подумают окружающие. Вы знаете, это те как раз вот тараканы, которые мешают нам, зачастую они мешают нам осуществить наши мечты. Вспомните ради чего? Вспомните первые слайды, когда я говорил о том, о чем вы мечтаете. Неужели вам важно, что о вас подумают? У вас нет времени? Вы подумайте, на что вы тратите свое время, к чему вы придете. Вспомните слайды, которые я вам показывал с наемным трудом. Если у вас нет денег, то вам срочно нужен этот бизнес, потому что, скорее всего, у вас не один год уже нет денег. Если у вас нет денег начать бизнес, каких-то, я не знаю, 150-200 долларов, то, ну, мне кажется, стыдно даже об этом говорить. Нужно срочно что-то менять в жизни. Если у вас нет знаний, поверьте, у большинства людей, которые здесь имеют результат, у них также не было знаний. И это также очень большой плюс, что у нас есть школа бизнеса, и вы станете здесь предпринимателем. И получится у вас или не получится, но это решать только вам. Потому что у нас бизнес статистики, и он работает, в принципе, работает для всех. Конечно, у кого-то статистика лучше, у кого-то хуже, но на больших цифрах она примерно одинаковая. Потому что, если вы прочитаете 300-400 встреч, покажете видео, у вас по-любому будет результат. И у вас по-любому будут партнеры, и будет бизнес. Поэтому, друзья, хочу, чтобы вы вспомнили о своих мечтах, о своих целях, чтобы вы задумывались, к чему вас может привести то, чем вы занимаетесь. И я хочу, чтобы вы после сегодняшней презентации задали вопросы тем людям, которые вас сюда пригласили. Прямо сейчас же договоритесь с ними, договоритесь, когда вы с ними встретитесь, и когда вы зададите вопросы, все вопросы, которые у вас могли возникнуть. А я считаю, что у большинства людей, которым небезразлична ваша жизнь, у вас однозначно возникли вопросы. Потому что у меня они возникли, когда я первый раз услышал о такой возможности, как ЛР. Друзья, в принципе, презентация моя закончена. У нас сейчас будет буквально одну минуту перерыв, после которого я поделюсь определенным опытом, как нужно использовать события для квантового качка в бизнесе, как нужно использовать события для того, чтобы ваш бизнес, если он стоит на месте, чтобы он просто взорвался. Если вы хотите только стартовать в бизнесе, вам, я думаю, тоже будет полезно, потому что вы будете понимать, зачем нужно быть на событии. Всем спасибо, друзья. Я был рад предоставить вам информацию о компании ЛР. Обязательно свяжитесь с человеком, кто вас пригласил и дал эту ссылку. А мы увидимся через минуту.